добрый день мир вам христос воскрес поистину воскресе настя передай привет игнатий тихонович как ваше здоровье на славах смотрю ваши ролики туда со семеновым вячеслав от ответы вопросы вообще так мне понравилось вот ну я тоже по этой теме по ветхому завету то хотела позвонить вот у нас все записывается в интернет вы не против но я бы не хотела но я не против ладно я по ветхому совету у меня какая видите душевная я не знаю мне даже плакать хочется потому что я даже плачу когда вот это читаешь сюда да я в 2003 году прочитала ветхий завет изучение библии я начала с ветхого завета потом уже я когда читала я до чисел дошла и приткнулась вот дальше я просто я не смогла это читать потому что для меня для моего сердца да вот как это было никак не принять что бог такой жестокий понимаете ну как можно было вот такое вот что творилось и вот эти все герои которые воспеваемые в библии допустим возьмем да Настюш мы нам надо поговорить то что они творили какие беззакония я не могу принять до сих пор такого бога понимаете но когда я я не знала тогда что есть евангелие вот сейчас не так поговорить вот слышно да мне вот когда я прочитала евангелие я как бы познала понимаете другого бога совершенно это иисус христос который был он такой милостивый такой жертвенный и вот то что он сделал для нас то что ну это для меня было просто я не знаю это в 2010 году так получается в 2014 я прочитала евангелие и вот я приняла это все к душе и все для меня как вот до сих пор я не могу вот этих два как у меня как два бога идет понимаете в сознании в подсознании вот такое вот а почему потому что вот в ветхом завете да я выписала сейчас маленько волнуюсь поэтому я записала на листочку вот тут вот после прочтения я все-таки перечитала 2000 годов ну вот понимаете да меня вот единственный кто там получается кто более-менее это ездра да вот вот вы как говорите тоже я когда прочитала когда вы начали говорить что ездру надо канонизировать да у меня как-то сердце прямо на это откликается что вот этот герой как-то еще да но он действительно он собрал он такой труд приложил а вот этот царь давид его воспитать какая мудрость от него может нам вот для поучения быть вот от царя давида он что творил то а что он творил дети его что творили так давай все это время не тратить зря потому что по делу надо говорить сейчас верите что слово божие не ложное да вот в том-то идет противоречие у меня уже знаете такие мысли подкрадываются что какие-то искажения в библии идут вот так это вы там у кузнецова нахватались наглотались это он вас зарядил заметьте на земле две тысячи лет только вера христова и вот так вот что я то-то сомневаюсь и в библии написано за это время это много таких людей было они с этого начинали а кончилось с чем у каждого кончилось тем что все умерли и они словом божьим не нашли того что бог показал все а меня наоборот это привлекло что бог ничего не скрывает бог не прячется вот можно было про лота то это не писать там вы написали это не ваши слова это в интернете уже сто раз это все прописано просто скопировали это бог то знает и я пишет когда петр все писание бога духновенно она бога духновенно и поэтому написание слова какое я сказала она уже тебе сейчас будет давить и давить влево потерять все в этом нужно принести покаяние все писание бога духновенно и полезно для научения для обличения для наставления вот эти слова надо запомнить вот каждой жене начинаешь когда говорить а он муж не такой а он не такой развелась я говорю написано жена да учится в безмолвии учить жене не позволяю вот эту фразу повтори сто пять раз жене не властвовать над мужем это я говорю женщинам вот это выполнить себя пока достаточно будет так и здесь все писание бога духновенное я говорю о писании мы читаем иисус христос наш спаситель сошедший с неба бочеловешившийся а духа святого девы марии говорит евангелие от яна 5 глава 39 стих исследуйте писание ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне в то время когда говорил христос ничего новозаветного не было первая книга нового завета евангелие от мотфея будет написано и только у некоторых людей будет она в руках то написано было через пять лет после вознесения христа пять лет а христос называет исследуйте писание какие ветхий завет на который вы ссылаетесь но чего там исследовать подожди ты забыл кто ты ты человек зачем идешь туда где тебе не тропат показывает она обрывается пропастью рва и вот дальше мы начинаем смотреть мы считаем первое постание к коринфянам 10 глава 6 11 стих апостол павел перечисляет отрицательных героев говорят примеры должны быть положительные не только примеры отрицательные смотри если ты будешь делать вот так то так то ты превратишься в каина превратишься в иуду если написано это что это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое бог показал к чем это заканчивалось чтобы мы достигшие последних веков не были походливы на злое вы себе как то помещаете 10 глава 6 11 стих 1 коринфянам это урок от отрицательных героев 1 коринфянам 10 глава 1 коринфянам 1 коринфянам 10 глава 6 11 стих их заучить наизусть надо и евангелие от иоанна 5 39 христос говорит исследуйте писание не просто так дальше мотфея 22 29 напиши на всякие мотфея 22 29 мотфея 22 29 мы не можем даже предположить что апостолы не знали писания они знали в евангелии от мотфея мы видим чуть не на каждой странице он ссылается на ветхий завет а вот это что говорите они как будто этого не было они даже не поминают бог свят и слово его свято почему вот у нас написано библия а в немецком языке там не так написано гайлиги бибель святая библия в английском языке на корочке написано холи байбл святая библия мы даже всегда говорить святая библия не просто святая библия она проверена ничего лишнего нет и господь говорит что небо и земля приедут то есть исчезнут но ни одна иота ни одна черточка не исчезнет то есть они настолько глубокий смысл в себе содержат а мы да я вот разочаровалась глупости безумные слова господь говорит нам единственный источник давид говорит слово твое слово твое вразумляет меня слово твое научило меня любить бога вымысли человеческие ненавижу это 118 целом 113 стих а закон твой люблю да как можно любить закон твой когда в нем такое написано за это тоже отвечать придется и всякий кто отвергнется закона моисеева вот это моисеев закон то при двух или трех свидетелях вот такие слова которые сказал он должен немедленно быть убит камнями это тоже повеление божие поэтому кто отвергся закона моисеева написано без милосердия предается смерти если мы это запомнили мы даже языком не пошевелим вопреки писания вот это сатана уже говорится в рот к нам залазить начинает а как там такое написано да написано за это каждый пострадал но те люди которые описываются там в героях ветхом завете они ничего не имели и не знали то что мы имеем и знаем мы знаем в тысячи раз больше они о спасителе ничего не знали что люди после смерти идут в рай они никто не слышал даже они понятия этого не имели и поэтому наше рассмотрение ветхого завета уже другими глазами людьми живущими в другой эпохе в других тысячелетиях вот мы здесь должны делать полную себе переоценку а почему слово божье говорит закон был для нас детоводителем нянькой вот ты нянькой держишь ее на руках ты можешь ее успокоить ты можешь позаботиться накормить напоить полечить вот этот закон делал с человеком и вел его вот если люди пишут что-то о себе как правило хорошую сторону ну допустим человек имеет в бегу целые полосы темные у вас кто-то дома есть еще? нет мы вдвоем с Настей все это чтобы вам слышно было что я говорю я говорю о слове боже меня очень громко теперь нам Библия говорит второзаконие 4 глава к словам его не прибавляй и не убавляй иначе Господь говорит покарает и Библия заканчивается именно этим кто будет добавлять Бог наложит язву болезни а кто отнимет что-то ну вот это мне не нравится там лот спал за черями дай-ка я уберу пусть хорошее в Библии написано будет Бог отнимет участие в книге жизни и поэтому нужно очень смиренно относиться к священному писанию я первый раз когда Библию начал читать меня это настолько привлекло Господи о таких делах и Библия не скрывает это меня научило очень многому вот когда я вернулся освобожден был реабилитирован закон гласит мне должны дать мое дело там может быть 70 томов против меня и я буду считать их там приду в суд ну мне дадут какого-то там студента юридического университета он будет сидеть рядом чтобы я еще там не вырвал ни один и я начинаю выписывать и когда я все выписал у меня книга есть для слова брожения туз она у вас есть и там мне говорят зачем вы все это написали никто бы не знал зачем вы это выписали а я выписал о себе о себе не о другом это мое дело меня судили то а вот это зря никто не знал я говорю я слишком люблю уважаю и своих клиентов своих считателей если мы считаем слово божие мы должны настроиться на ту волну здесь вредного ничего для нас нет слово божие свято и действенно и подобно он ничего бою до острому до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышление и намерение сердечное вот Павел это знал и когда мы видим не задолго до смерти Степан говорит народу он прямо как считает объясняет историю все и он знал писание очень хорошо и однако же его выслушали до того момента пока он им не сказал вы руками беззаконников распяли вы и они сразу подняли играй а до этого только встать бы и идти домой он все сломал он говорит вы кого из пророков не гнали отцы ваши нигде не упоминается про лота что вот он такой был нигде во всей библии нигде а почему нам уже не надо чамкать нам надо только принять не возгордиться Бог не трогает Бог он сделал неправильно неправильно помолись другого нам не дано поэтому эту книгу библию считает не один не два человека и заметьте даже если вы посмотрите ну зайдете в баптистский молитвенный дом это не православное а они что то против библии имеют нет они благоговейны к нею а вот этот кузнецов Дмитрий то он все вырвал из евангелия подряд все он бешеный он одержимый демоном он посягнул на самое святое а вы там были за какие то крошки душу продавали поэтому он вам загадил всю душу вашу и вы этого даже не заметили а теперь плоды уже растут на язык перешли и он спать не дают пишите даже повторяете это его это не ваши слова то больше чем дело то уже апологетам их сделали принеси покаяние и не прикасайся христос говорит все писание бога духовно апостол павел говорит исследуйте писание ибо они свидетельствуют все писания а мне исследуйте писание ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную через писание другого нет а для нас они уже там и разврат я смотреть не хочу я в писание разочаровался но это отступник это может говорить враг это божий теперь новый завет я просто писанием называется ветхий завет ты че путаешь то христос говорил когда никакого нового завета не было повторяю евангелие от мотфея первая книга если не знаешь запиши написано через пять лет после воскресения христа через пять напиши марка через семь лет да у меня это все есть я это все знаю лука через 15 евангелие от яна через 35 лет христос говорится исследуйте писание они пошли исследовать а где его нету речь шла о ветхом завете об этих героях я вам просчитал о том что все ветхозаветные герои которые поступали неправильно они послужили образцом как не надо делать как не надо делать и теперь мы считаем когда ко христу стали приступать он отвечает мотфея 22 29 заблуждаетесь не зная писаний ни силы божии и христос нигде не сказал против писания нельзя заходить дальше дьявола смотрите вот он берет христа искушает его и три раза искушает а в эти три искушения входят все искушения мира и три раза христос на эти атаки отвечает написано а сатана бы сказал да что там написано там грешники там блудники там ной там пьяница пьянчушка еще ради его узнали он даже не знал свойства вина один раз так нет уже теперь там другие слова идут и давид с мальчиками спал там где-то вы что бредете ты где вы это видели это не в писании нигде нету это могло родиться только в клааке не в голове а в клааке клаака это задний проход там могло родиться ну что недавно мальчиками был покажи я эти все если не покажете я эти все вы пишете вам не скину тут написано сейчас настя не дает а я не могу открыть мама вы не можете сказать да нет этого вы никогда не скинуть должно whisky фург austerик все было выписано, каждый стих. Ну еще авторозаконие. Какое отношение Давид к нему имеет? Где вы нашли это? Че бредешь-то ты? Совсем, говорится, сумасшедшие слова говоришь. Давид с мальчиками был. Что ты думаешь? Ну и жену твоего военачальника здесь моща мозги проедает. Это он. Он все писание исковеркал. Он не баптист, никто. Ну хорошо. Давид хороший. Нужно поступать по образу, как Давид поступал. Не надо поступать. Иисуса называли Иисус сын Давидов. А Христос не сказал бы, не надо мне порочного. Он Иисус сын Давидов. Это национальный герой. И ему это, когда пришел пророк, пророк пришел, облечил его на пан, и он сразу Давид сказал, я согрешил. Вот вы сейчас должны это сказать. И он сразу сказал, и Бог простил тебя. А мы нет, Господи, не прощай. Мы что делаем-то? И Бог сказал, и простил тебя тотчас же. А нет, я не хочу. Что ты думаешь-то? Вот нахваталась там, была там, а теперь попробуй выковырить. Тебя эти мысли будут заедать. Он прощенный Богом. И кто помянет... Да я не говорю, что он не прощенный. Просто образец для подражания нету там. Нечему подражать. Не подражание. Откуда взяли это? Тоже нигде нету. И Давид не звал к подражанию. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Единственное, да, только Христу. Только со Христом. Остановись. Не надо ни одного слова говорить. Он тебя кузнецом затянул очень далеко, в самую преисподнюю. Это то, что ты говоришь, за 2000 лет ни один православный не сказал, ни один католик не сказал, ни один баптист, ни один адвентист. Это он. Он никому не принадлежит, кроме сатаны. И ты его слушала, глотала там. Помог немножко, ты уже расплылась. Нет. Я, смотрите, Игнатий Тихонович, у меня осталось то, что церковь Иисуса Христа, она была, есть и будет. Соборная вот эта церковь. Поэтому я не могу для себя вот эти преступления принять. Но церковь-то я принимаю душой. Понимаете? Саму церковь-то. Потому что я тоже, я же выписывала все вот это, изучала тоже вот эти Деяния апостолов 2, 47, 46, потом вот эти Матфея 24, вот эти все. У меня целый список этого, я все это изучала. Я же не один год читала. Я пришла к такому заключению, что есть эта церковь. Слушай, дальше, слушай, понятно. Смотри, святые отцы, по порядку начнем говорить. Игнатий Богоносец, шесть посланий. Ну, нового, садится церковь. И ни один не останавливается на этом. Ни один, ни златоуст, никто. Кого ты судишь-то, когда ты сама подсудная? Ты что делаешь-то? Другое дело, прожила бы ты, говорит, где-то в монастыре, не слышала. Ну, свою-то жизнь маленько нам надо посмотреть. Нам рта распределять. А мы судим пророков. А он не так. А Господь ему прямо говорит, Осии, возьми блудницу. И он заплатил там два мешка бобов и взял ее себе. Наречется сын, говорит, назови так, Бог, говорит. И уже Бог жестокий. У тебя вот какие слова проявляются-то. Ты уже пошла просто богохульничаешь. Это уже веры никакой нету. Осталось только одно, признать, что секта сатанистов, они настоящие. А христиане не настоящие. Это надо идти к городу хлебов. Там язычники, они все это говорят. Я знаю, которые начинали, они все кончились с неоязычеством. Родноверы называются. Заблуждаетесь, не зная писаний. И когда Господь говорил, писаний других не было. Только Ветхий Завет. И вы не хочешь побуждать, вы не сделаете писания. Давид об этом говорит. 18-й столом, вы читаете. Мама. Вы на Девушке читали. Мама. Видите, как вам мешает. Она могла поиграть где-то. Она непрерывно кричит. Ну, потому что ей не нравится. Она не нуждается сейчас на руках. Она не болеет. Пусть она играет. Что вы на руках давите-то? Ну, она не хочет играть. Она на руки залазит. Она хочет, а ты у нее на побегушках. Ну, нельзя так. Мы никогда не видели это. У нашей матери 10-го было. И никогда на руках мы ребенка не видели. И ни одного больного нет. Ну, что ей тискать? Ну, у нас один. Дала игрушки в другой комнате, пусть поиграет. Прям помирает из-за ребенка. Нельзя так. Она только месяц в больнице. Она еще привыкла в больнице на руках. Тем более, старайся ей не делать. Она из больницы вернулась. Что она в это время помрет? Ты не даешь ей двигаться никуда. Ты ее задавила там. Отпусти ее. Она больная. Не ведет. Она здоровый ребенок. Мы молились за ней день и ночь. Мы все молились о Насте. Отпусти ее. Пойдешь и... Иди поиграй. Ну, что... Ну, вот... Вот сейчас она так нервничает. А когда вас... Это я не звонила, она нормально сидела и играла. Виноват я. Да. Да, ну, Игнатий Тихонович, ну, вы зачем так? Она нормально. Мне позвонила плохо. Тут прямая связь. А ты скажи, вот то, что я сейчас тревожу, что тебя сатана прилил, а теперь сатана вокруг крутится, он не дает тебя слушать. Это все Кузнецовское в тебе сидит. Самый главный вредитель твой. Отошла ты, ты обоклонила, сколько терлась. Слушала его. У него ничего нет. Он не бакнист, не адвентист, не свидетель Егова. Он никто. Евангелие он издает отдельно. Это я выброшу, это выброшу. Это богохульник. А ты сидела около него, уши развесила. Послушай, Елена. Попроси Бога, что он из тебя выскоблил все из мозгов и из сердца. Что ты говорила? И скажи, Писание в до Бога духовновенно. Писали святые божьи человеки, будучи движимы, движимы духом святым. Ты на кого руку-то поднимаешь? Похуливший Духа Святого не имеет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Ну, что ты покажешь? А поэтому легко теперь подглядывать за священником. Патриарх не такой, епископ не такой, священники не такие. А я такой, я такой. Я не подглядываю. Я за священниками не подглядываю. Куда не уйдешь? Я тебе говорю, дальше будет только так. Каждый будет свой ответ давать. Каждый раз свой путь. Они не священники. Ты не могла это мимо пройти. Он день и ночь доказывает, священников нету. Он не просто недостатки находит, он просто сметает их всех. Две тысячи лет ничего не значит. А Дмитрий Кузнецов, он правильно, ему открыто каким-то духом. И ты рядом была с ним и ничего не видела. Защищевищу похлебку продала первородство. Тебе и в церкви, и везде помогали. Ну, жену тебе был. Ты голодной никогда не была. Тебя Бог любит. А ты смотри, как собака весной, говорит, клещей на хвост насыпляла. Всех прошла, всех. До одного осудила. Такого безумца просто трудно сегодня найти. Ну, бывает там, патриарх не такой. Но даже эти люди, и то, это родноверы. Вера еврейская ваша пришла, жидовская. Сейчас мы гуляем. Сейчас. Мама, И потом ты эти вопросы будешь задавать непрерывно. Везде задавать будешь. Они не могут уйти. Потому что ты прикипела уже к ним. Уже начинаешь рупором их быть. Ай, Буня. Мамень, ау, Мамень. Ладно. Так. Гуси, попроси Бога, чтобы все забыть. Люди не верят в это. Вот смотрите, хорошая память у человека. Мне говорят, а Бог дал такую память. Но я просил Бога, когда я обратился к Богу. Слышишь? Нет? Ты не можешь сидеть сейчас. Да, я слушаю. Мне хорошо слышно. Стань на ноги, стань прямо. Встань. Я встану. Давай встанем. Пусть она стоит на полу. Давай встань. Да она вообще не стоит. Вставай вот сюда. Опусти на пол ее. Опусти на пол ее. Ну не хочет она. Вот она никуда не уходит от меня. Целый день на руках. Ну разве делай в детсадах-то. На шее же не вяснут. Все дети отдельно. Им показали, дали. А дальше? Ну не делай из идоли на нее. Она теперь бучить за всех будет. Теперь слушай внимательно. Ты по порядку сейчас перетряси. Про кого что говорила. И при том, эти люди в раю. Я... Тихона, сейчас. На. На. Держи. Сейчас. У нас женщины в деревне. Они работают. 12 коров подоить 3 раза в день. А ночью идут зерно очищать. А как ребенок? А ребенок сзади пояс привязала на печке и пошла на работу. Все. Придет, обмоет и все выросли. Это чтобы с одним ребенком вот так. Это не было никогда. Мы этого не знали. Да ну ребенок после реанимации еще. Такой сложный обережь не было. У нас умерли. 10 живых. Мы этого даже не знали. У вас все сказали. Слушай внимательно. Я спрашиваю. Здесь же время надо... Почему когда дьявол приступил ко Христу три искушения Христос не сказал я Бог я тебе сказал отойди. Нет. А сказал написано. И сатана не мог возражать а ты возражаешь. Бесы веруют и трепещут. Веруют и трепещут. И они нигде не говорят а вот такой Бог плохой что не убил его. И они это знают. Бог милостивый. И нам ли Богу говорить а я сколько раз был где я пьяный валялся блудником был других убивал и я живой. А почему я требую чтобы Бог убил его? Кто я такой? До такой степени разложения осуждения сикданты не доходят. Это какие-то отщепенцы вот как Кузнецов. У него ничего нету. Ладно Игорь Михайлович Настя плачет не получается. Она не плачет даже не слышит что плачет. А вы думаешь ты? Ну она вот внука стоит иной. Ну что мы ребятишек не видали что ли? Ну что вы так нянщисть прям вот на руках затрясут его. Дайте спокойно ему пожить хоть пять минут. Я с ним недавно разговаривал. И он тоже мужик. Вот ребятишки кричат ну закрой другую комнату и что вы трясетесь над ними-то? Дети любят самостоятельно. Либо она в окно не выпала у тебя. Вот позаботься. А горячую печку не обожглась. Нигде не ложи острые предметы чтобы они не могли вернуть из себя. Давай посчитай Настя посчитай сколько я обуваюсь. Иди ботиночки пока бери. Ты принеси пока ботиночки мы сейчас и Тихонач поговорим и пойдем с тобой гулять. Вот это сосчитай ботиночки возьми ты сама для себя говоришь. Я могу разговаривать с ребенком а он ничего не понимает. Ему главное что-то он привели меня к гликерию я взял за руки и пошли мы на мост. Я ей показываю опь рассказываю все вот это в ней войдет. А то что она дергает тебя за руку она ничего не думает сейчас. Все интересно с ребенком водиться не умеет. Столько ребятишек и опыта никакого. Повторяю наша мать на десятерых детей потратила времени как вы на одного и притом ни одного больного не было. А у меня больной ничего не будет мы молились это не мимо шло у нас дня не было чтобы Настю на руках не несли у меня ну и вырастишь из нее калеку как что ты делаешь Елена так она так она так она и так на инвалидности а кто она она инвалид и у нее это есть ну хорошо давай я тебе скажу пример Алексей Алексей Моресик у нее сердце понимаете там уже оно все перешитое все на запчасти разобранное посадила на пол ей легче сердце ты не дави на коленях ювенальную юстицию не видит она отнимет ребенка за это не дави ее пусть она врачи сказали ей первые три месяца нельзя волноваться плакать не надо много без тебя она не может она жить ты ей пуповину отрежь отрежь три года пуповину отрежать ты даже не понимаешь я понимаю что я понимаю допустим лет семь да ну а как в три года отрезать пуповину не учи не учи я тебе говорю учись дай ей свободу и на там все у нас маленькие валили который больше с меньшим не ты должна тебе сегодня идти на работу надо 8 часов работать наша мать ни одного дня не сидела все время работала и дети все выросли прям скажи видала сделала какого ребенка смотри мне а то я тебе сейчас шелкну средним пальцем вот смотри замечательно глупая баба так слова эти которые ты изблевала затри сожги и не поминай господь нигде не поминает нигде ты выше бога залезла и царь пророк Давид был спасителем для народа израильского и господь говорит напали на них а уже прошло 400 лет и господь говорит город помилуй ради раба моего Давида один Давид и бог говорит ради раба моего Иисус не Иосифович а Давидович сын Давидов Иисус сын Давидов Иисус сын блудника Иисус сын убийцы бы кричали наверное ошалели глаза от злобы на лоб полезли ладно с этим спасибо Игнатий Тихонович что с этим благодарю спаси Христос спаси Христос да я я благодарю вас за то что вы это проясняете потому что очень трудно бывает знаете находит такое какое-то ожесточение или что это на душу и когда это все читаешь как-то ну тяжеловато мне это все дается вот сейчас почему златоусту было не тяжеловато это читать Ефрему Сирину Григорию Богослову Василию Великому Серапину Саровскому Яну Кронштадтскому они там все читали почему не тяжело было читать-то почему они ни разу этого не сказали что ты мелешь языком безумие какое проглотило и не можешь ты рассказывай что знал с Кузнецовым Дмитрием это он тебя напичкал пропитал тебя как деготь ну в общем ваш совет нужно в этом покаяться и принять все как есть да исходи ну от того что ты не принимаешь что изменится ты пойди на исповедь к священнику покайся скажи я не просто так согрешила я богохульствовала я на героев веры которых пример ставят на Давида говоришь что-то ты что делаешь как бы не Давид не было бы Псалтири не было бы Христа Псалтирь тоже я прочитала не один раз и тоже там столько проклятий ну и тебе все ты прочитай толкование как понимать надо в новозаветном духе самый знаменитый проповедник за 2000 лет Ян Златоуст а у него самая высочайшая вершина пятый том ну я вот я вот только я же читала бестолкование все это сама вот что ветхий завет я в 2003 я читала бестолкование что в 2014 бестолкование единственное что вот новый завет который книги вы подарили мне вот они тут лежат у меня это три темата вот этих я новый завет прочитала именно вот с феофилактом начала когда Евангелие я прочитала первый раз и вот хоть я бы говорите с Кузнецовым но вот они читали допустим сами да а я с толкованиями читала Игнатий Тихонович вот они у меня да вижу еще что дальше да 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 и вот и это это меня сдержала церковь это меня сдержала в церкви вот это вот понимаете что я это не мозги этой заразой тебе очень трудно мне надо вот это покаяться сходить исповедь и от ветхого завета вот от этого мне надо слезы выпроси ты день и ночь плачь об этом потому что я и так уже неделю я плачу плачу у меня слезы я не могу вот это как мне это надо из себя вырвать понимаете выкорщивая это не выйдет это легион легион залазит в душу ты богохольщик ну вот ну ладно это разобрать ну вот с новым советом у меня все понимаете как я все это принимаю что такое два завета два крыла два крыла оставил говорит что и дал два динария два динария а что такое когда израненный в гостиницу привезен был самарянином ветхий новый завет ветхий новый завет они неразрывно называется святая библия притом это на всех языках мира и вот это богохольство никто не говорит но если говорит только за пределами церкви сегодня два миллиарда двести миллионов христиан верят в это верят и никто не ропщит ты что делаешь два миллиарда что интересно когда в библии 2 миллиарда мусульман тоже ничего не говорят против баба сидит дома и она начинает мудрствовать вот эта пакость ты позналась с этим врагом и он тебя накачал этим сколько ты упустила времени выпроси у Бога слезный дар после молитвы объяви и пойди к священнику к любому они для нас как ангелы священники им дано право отпускать грехи но такой грех отпустит он или нет не знаю сумеешь ли ты правильно его выразить это не просто но вот я да ну вот я думаю да я покаюсь да допустим в этом всем у меня же нету вот этого крещения да еще угодного тебе сейчас не о крещении о троекрат тебе не надо сейчас о крещении я тоже думаю что тебе наверное не надо уже о крещении думать да думай сначала от этой кузнецовской грязи он тебя всю сажу как кузнец занес туда изблевал тебе все это душу огадил а ты сидела лишь бы что-то дали ладно все понятно я вас знаю какие-то добрые пожелания будут да объяви пост молитву и больше нигде проси Бога чтобы вычислил тебе мозги вот я когда людям говорю знаете ну не секрет что меня упрекает иногда вы наизусть знаете наизусть память Бог дал я говорю Бог дает и отнимает память когда я обратился к Богу а я был душою в любом обществе у меня столько было рассказов там анекдоты рассказать в один день я попросил Господи убери меня я встал у меня ничего нету голова чистая Бог убрал как будто никогда не знал и что Бог дает память в это верят что я запомнил там сотни стихов верят а когда сказал что Бог у меня убрал все в это не верят и брат Василия Великого Григорий Ницкий говорит люди верят только в то что сами могут сотворить а если ему не подсел он говорит не может быть не может быть у нас занятия идут сегодня занятия будут идут каждый день три раза в неделю по полтора я смотрю занятия я смотрю занятия когда у меня это возможность я прописую занятия смотрю ну в общем крещение мне не принимать в этом году да считаете крещение пропитано ядом змеиным ядом змеиным да яд змеи дракона в вас который он на тебя пропустил богохульник слова не прикрывая их ничем открытым текстом а какие-то добрые будут слова какие-то пожелания нам я вам сказал самые добрые слова после молитвы идти в храм божий православный к священнику любому никого не выбирай они все достойны того чтобы отпустить грехи в Барнауле хорошие священники да замечательно вы знаете вот у нас 3 февраля 3 февраля вот оно февраль моему брату отцу Акиму 40 лет как священникам и у нас служил митрополит Виталий вот здесь на ползуново вы знаете это да конечно самое удивительное что он его награждает отца Акима крестом с украшениями а приехал с командировки нету он с себя снял и его надел я такого не слыхал даже с себя архиерий митрополит снял и надел на батюшку это вообще я вчера был у него вчера относил приглашение у нас 2 июня день деревни был у губернатора прокурора края приглашал приглашение отнес живи мирно люби Бога к слову Божию стрепетом руки вымой если не чистота женская в Библии не прикасайся и все время плащ об этом и к этому злодею который вас отравил по другому не относись как к падшему только молись о нем Господи вытащи его если возможно но я в это не верю потому что он людей губил убийца не обратилась когда была около него а что ты была рядом он помогал я все это знаю абсолютно но вы знаете мы могли тут замерзнуть и умереть от холода если бы он нам не обратилась тогда у вас никогда этого не было чтобы они были Господь вас испугал вы к нам пришли когда снимать уже у нас было отопление а до этого у нас что было вы видели мы ночью просыпались у нас печка дымила мы здесь отдыхались у нас был такой 10 градусов максимум тепла в доме маленькие дети он все-таки это единственный кто интернет я обратилась и кто действительно собирал помощь и оказал нам помощь еще помощь это не кровь это наша жизнь чем кончила все благословение Господь Лена смотри Бог как испытывает куда ты обратишься что ты обратишься